Привет, друзья! В этом видео мы расскажем историю поселка Подворки, Харьковской области. Подворки – это небольшой поселок в пригороде Харькова, на левом берегу реки Уды. В нем проживает около 6,5 тысяч человек. Тем не менее, у этого населенного пункта очень богатая история, а на его территории находится множество интересных объектов. Официальным годом основания поселка считается 1663, когда был основан Куряжский монастырь, который расположился на правом берегу реки Куряж, или Куряженко. Небольшой ручей, который является притоком реки Уды. Местность здесь была очень живописная, с дремучими дубовыми лесами, с красивыми садами и озерами, а также родники. С прохладной водой. Изначально здесь находилась пасека, некого Алексея Куряжского, который он в начале 1660-х перепродал за 150 грошей некому Балашу Тинетинскому. А тот, в свою очередь, в 1663 году продал эти земли харьковскому полковнику Григорию Донцу за 200 золотых и водяную мельницу на реке Харьков. Григорий Донец учредил на этом месте Куряжский мужской монастырь, который будет существовать на пожертвование полковников Харьковского слободского казачьего полка. В монастырю была выделена территория вдоль оврага реки Куряж, также пасека, которая находилась на этом месте, и отара из ста овец. За 10 лет здесь был выстроен хутор, который назвали Куряжским или подмонастырские подворки. На территории монастыря было два храма. Георгия Победоносца, построенный в 1687 году из дерева и в 1709 году перестроенный из камня. И храм Преображения Господня, изначально построенный из дерева, а в 1762 году перестроенный из камня. Это был большой, красивый, пятиглавый храм с колокольней, который в 1882 году еще раз перестроили, и он стал трехглавым. Именно в Куряжском монастыре хранилась главная святыня Слобожанщины, чудотворная озерянская икона Божьей Матери. По легенде она явилась одному крестьянину из села Озеряновка, неподалеку от Мерефы. Он косил траву и рассек образ святой Богородицы, который явился ему. Испугавшись своего поступка, он схватил две половинки иконы и побежал домой, поставил их в красном углу и начал молиться. А наутро икона была целой, остался лишь небольшой след от рассечения. После этого священник Федор из села Мерефа приказал построить на месте явления иконы церковь рождения Пресвятой Богородицы, в которой долгое время хранили чудотворную икону. И лишь в 1787 году ее перенесли в Куришский монастырь. Но уже через год из-за Екатерининской реформы Куришский монастырь был упразднен. Он будет снова открыт через 10 лет, а на это время икону перенесут в Харьковский Покровский монастырь. Икона считалась чудотворной, когда в городе начиналась вспышка чумы, холеры или других заболеваний. Ее носили по домам с молебнами, веря, что она исцеляет людей. В 1821 году Куришский монастырь посетил император Александр I. Со временем было принято решение, что Азерянская икона Божьей Матери летом будет храниться в Куришском монастыре, а зимой в Покровском. В 1843 году Священный Синод по просьбе харьковчан утвердил крестный ход, во время которого икону будут переносить из одного монастыря в другой. Крестный ход проводился два раза в год, 30 сентября и 22 апреля. И был он главным духовным событием всей слабожанщины. На территории Куришского монастыря находилось три лечебных источника. Один из них называли «глазной водой». Считалось, что он исцеляет зрение. Второй помогал от внутренней хвори, а третий назвали «женским». В 1778 году в селе Основа рядом с Харьковом в семье местного помещика и дворянина рождается мальчик, которого называют Григорием. В младенчестве он сильно заболел и лишился зрения. В шесть лет его привезли в Куришский монастырь, надеясь, что чудотворная Азерянская икона и вода из святого источника исцелят его зрение. И действительно произошло чудо. Вскоре мальчик снова начал видеть. А когда ему исполнилось 23 года, он вернулся в Куришский монастырь и отслужил там 4 года. После этого вернулся в светскую жизнь и стал известным писателем, драматургом и журналистом. Речь идет о Григории Квитке Основьянинг из известного харьковского рода Квиток, который и правда служил в Куришском монастыре 4 года. А вот было ли чудесное исцеление или это просто легенда доподлинно неизвестно. У монастыря ходило множество легенд. Одна из них гласит, что от него идет тайный подземный ход до самой холодной горы. Под ним действительно были катакомбы, но не настолько большие. Во время очередного крестного хода 30 сентября 1896 года было снято первое в Российской империи кино. Фильм был снят пионером отечественного кинематографа Альфредом Федецким и назвался «Торжественное перенесение озерянской иконы из Куришского монастыря в Харьков». После установления в Харькове советской власти монастырь был закрыт, предположительно в 1920 году. С 1924 года на территории монастыря была открыта колония для малолетних преступников, а с 1927 года ее объединили с колонией имени Максима Горького, которую перевели сюда из Полтавской области. Колонию эту возглавлял известный педагог Антон Семенович Макаренко. Большой объем событий, описанных в его книге «Педагогическая поэма», происходит именно в Куришском монастыре. В 1930 году здание Преображенского монастыря перестроили в склад, снеся купола и башни, а колокольня была взорвана в 1939 году. А поскольку название «Куриш» в сознании народа продолжало ассоциироваться с монастырем, в 1920-е годы его переименовали в «Подворки». Макаренко проработал в стенах монастыря до июля 1928 года, после этого коммуна Фед переехала в Харьков. А вот Куришская трудовая колония продолжила свою работу на территории монастыря. Лишь в 1941 году, когда немцы подошли к Харькову, ее эвакуировали в Томск, а в 1943 году вернули обратно. В колонии содержались малолетние преступники в возрасте от 14 до 18 лет. В некоторых случаях воспитанников в колонии могли оставить до 22 лет. Всего колония имеет плановое наполнение в 160 воспитанников. В 1988 году, к 100-летнему юбилею со дня рождения Антона Семеновича Макаренко, колонии было присвоено его имя. В это же время рядом с колонией совместно с ЮНЕСКО был открыт музей Антона Семеновича Макаренко, который в 2000-е пришел в упадок, но со временем был восстановлен и работает в наши дни. В 1972 году на левом берегу реки Уды в поселке Подборки началось строительство теплоэлектроцентрали, которое впоследствии получит название ТЭЦ-5. Проектная мощность ТЭЦ должна была составить 1420 гигакалорий в час теплоты и 540 мегаватт электроэнергии. Первый энергоблок мощностью в 120 мегаватт был введен в эксплуатацию в 1979 году, второй такой же мощностью в 1980, третий мощностью в 300 мегаватт был введен в эксплуатацию в 1990 году, при этом ТЭЦ обеспечивала теплом половину Харькова. В 1991 году была сдана в эксплуатацию 330-метровая дымовая труба, которая является самым высоким сооружением Харьковской области и вместе с трубой Зуевской ГРЭС является одной из двух самых высоких в Украине. В 2012 году на вершине трубы был нанесен логотип Евро-2012. Также на территории ТЭЦ находятся две градирни высотой по 81 метр каждая. Харьковская ТЭЦ-5 является второй в Украине по мощности среди всех теплоэлектроцентралей, уступает она лишь киевской ТЭЦ-5. В 2012 году тогдашний министр энергетики Юрий Бойко заявил, что Харьковская ТЭЦ-5 убыточная, а значит ее можно вывести из состава государственной собственности и приватизировать. И контрольный пакет акций этого убыточного предприятия был продан компанией, которая принадлежит его сыну. А вскоре в Харькове были подняты тарифы на тепло и горячую воду. С 2012 года ТЭЦ-5 находится в частной собственности, хотя было несколько предложений ее национализировать. С 2022 года ТЭЦ-5 стала одним из излюбленных мест для обстрелов российскими крылатыми ракетами. ТЭЦ неоднократно подвергалась масштабным обстрелам. По ней были выпущены десятки ракет, разрушен машинный зал, несколько раз возникали пожары. Некоторые из ракет упали на жилую застройку рядом со станцией. Была повреждена подстанция Залютина, которая распределяет электроэнергию, производимую станцией. Стоит отметить, что ТЭЦ-5 является объектом критической инфраструктуры и не является военным объектом. И потому ее обстрелы могут нести только одну цель – оставить Харьков без тепла и электроэнергии. Интересно то, что сама ТЭЦ находится на территории поселка Подворки, Солоницевского поселкового совета. А жилые дома для рабочих были выстроены на территории поселка Писачин, Писачинского поселкового совета. А сама ТЭЦ изображена на гербе поселка Солоницевка. Помимо электроцентрали, есть в Подворках еще одна достаточно крупная промзона, в которой находится около полутора десятка разных предприятий, которые занимаются металлообработкой, производством строительных материалов, кондитерки, мыловаренные предприятия, сервисные центры. Потому с работой в Подворках проблем нет. Более того, в поселок на работу приезжают люди из соседних сел, поселков и даже из Харькова. Поселок Подворки преимущественно застроен частным сектором, но есть и группа многоэтажек. А также несколько лет назад компания «Жилстрой-2» сдала в эксплуатацию двухсекционный девятиэтажный жилой комплекс под названием «Подворье». Цены на недвижимость в поселке практически не отличаются от многих районов Харькова. А потому компания «Жилстрой-2» планировала построить еще четыре девятиэтажных жилых дома в поселке Подворки. Но из-за начавшейся войны строительство было заморожено. Также в Подворках работает несколько гостиниц и ресторанов. И размещается танковый полигон для военной кафедры Харьковского политехнического института, который, само собой, в наши дни не работает. Вот такой вот маленький, но очень интересный населенный пункт в пригороде Харькова. На этом видео подходит к концу. Спасибо за просмотр и до новых встреч!